Акционерная компания «Железные дороги Якутии» на совете директоров подвела предварительные итоги 2016 года и определила приоритеты в развитии железнодорожной отрасли в республике. Подробности у Татьяны Макаровой. Объемы перевозок акционерной компании «Железные дороги Якутии» продолжают расти. В 2016 году компания впервые достигла отметку 4 миллиона тонн перевезенного груза. Это превышает прошлогодние показатели на 40%. Почти на 12% увеличился грузооборот. Это основной показатель, за счет которого компания зарабатывает средства. Поэтому и доходы компании, естественно, возросли. И самый главный итог, что чистая прибыль компании – это венец всей деятельности компании. Если сравнивать с 2013 годом и с 2014 годом, когда в 2014 году у нас было всего лишь 500 тысяч чистой прибыли, в 2015 году менее 15 миллионов, то в этом году чистая прибыль составит более 25 миллионов. Особое внимание в ходе заседания было уделено утверждению бюджета и инвестиционной программы акционерной компании на 2017 год. «Железные дороги Якутии» в наступившем году планируют создать условия для роста объемов перевозок по инфраструктуре почти в два раза относительно показателей прошлого года. По итогам уходящего 2016 года все показатели производственные, финансо-экономические, не просто выполненные, а по сути перевыполненные. Компания демонстрирует устойчивое развитие. Из тяжелых вещей мы отмечали, что, к сожалению, падает пассажирооборот. И также, немаловажно, это программа инвестиционная, программа, которая направлена непосредственно на развитие компании «Железные дорог Якутии». В целом, итоги 2016 года неплохие. Выросли объемы перевозок грузов практически по всем группам номенклатуры. Введение в эксплуатацию цеха ТО-4 позволило увеличить производительность локомотивов, а продолжающаяся модернизация привела к сокращению удельного расхода топлива. Основными вехами, какие можно отметить уходящий 2016 год для нашей компании, конечно же, было привлечение кредита в 1 миллиард рублей благодаря гарантии правительства республики Саха-Якутия, что позволило подготовить инфраструктуру железной дороги для реализации еще одного крупного проекта – это Инаглинского горно-обогательного комбината. По итогам 2016 года ожидается улучшение ряда качественных и количественных показателей работы акционерной компании «Железные дороги Якутии». Но самым ожидаемым событием остается сдача линии томот Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию, что существенно повысит привлекательность осуществляемых услуг и позволит значительно увеличить большую часть объемных показателей. Татьяна Макарова, Наталья Сазонова, НВК ЦХ, Москва